А чем Юрика-то по корме? Он прям голодный-голодный едет. Вот ему тоже вот этот вот салатик вот такой вот капусты, нужно ему брать, он не будет. Ему тоже вот огурчики, помидорчики. А что еще там есть? Из нормальной еды. У меня такой салат и вот такой вот? Нет, ему просто вот так вот сделайте. Ага, хорошо, сейчас я на там салоне сейчас его так я возьму. Всем привет. Что читаете? У меня рагу из говяжьего филе с овощами, три ска запеченые в тесте, и плов из птицы. Это рис с курицей типа? Да, да, да. Ну тогда Юра, наверное, это рис с курицей. Еще будет еще из запеченной картошки? Да, и картошки запеченые. Все, отлично, все. Ну тогда уже в шесть мы скажем там, да? Спасибо большое. Все, ребята, вот беспокойтесь, сейчас уже приедет Ерошка. Он у меня, и Яна тоже голодный, все голодные. Вот, у нас тут, видите, мы в специальном зале будем завтракать, обедать, ужинать. Зал специальный для моего тура. Еще пока не все девчонки приехали. Вот, спасибо. Но все для нас уже готово. Вот стол, за которым сидят наши героини. Это вот Юля, да, вы видите, у Юли такой салатик. Для дочки сделали просто огурчики-помидорчики, она попросила. Ну, у меня Юра вот на самом деле так же все это, Юра на самом деле так же ест чисто огурчики-помидорчики. Вот. Да, я на них вообще говорю. Добрый вечер. Господь, ты здесь? Да, я тут, я работаю. Что это такая красивая прическа-то? С вчера. Ага, я тут костюмом и беру, больше взять-то нечего. Это вы такие тут красивые. Вот. Да, у нас все очень кайфово, реально все вот прям продумано. И так приятно, что, так приятно, что реально люди, ну, подходят серьезно. Я вообще просто такой человек, который постоянно переживает из-за каждой фигни. Я вообще очень ответственный человек. И мне, конечно, моя вот эта вот ответственность, она немножечко мешает, потому что тяжело, тяжело вот жить с такими ответственностью. Но зато, Крым привет, именно это и делает меня настолько популярной, настолько крутой, настолько, как вам сказать, суперской женщиной-звездой. Вот. Нет, естественно, Юля участвует абсолютно бесплатно. Я же обещала Юле, что я возьму ее бесплатно. Откуда у Юлии Сургута, у воспитателя детского сада, сегодня у нее спросила, у нее зарплата, извините меня, 35 тысяч, она одна растит ребенка, откуда ей вообще, как бы, взять денег на тур. Поэтому понятно, что билеты ей оплатил, естественно, ТНТ, билеты оплатил ей ТНТ, вот. А я предоставила ей абсолютно бесплатно возможность участвовать в моем туре при поддержке, конечно же, Ташкент, привет, при поддержке, конечно же, отеля. То есть отель ей предоставил бесплатное проживание. То есть все у Юлии очень хорошо. Она сейчас, кстати, ходит на дорожке. Ребята, как я отношусь к Вданаевой Алене? Ну, я как бы никак к ней не отношусь, я особо с ней не знакома, но знаю, что существует такая девушка, не более того. Вот. Ну, сегодня вот по поводу процедур Кати с Таней моей уже по полной программе вообще отоварились. Я, естественно, одна сделала только массаж и УЗИ сосудов. Ну, УЗИ сосудов меня, да, я огонь, я знаю, УЗИ сосудов меня очень порадовали. Сосуды у меня просто в шикарном состоянии. Ну, а что удивляться, если я никогда не пила, не курила, как и выгляжу я просто сумасшедшая. Волгоград, привет. Так и... Ой, спасибо. Юрику привезли, принесли огурчики с помидорчиками порезанные. Вот. Я и выгляжу сумасшедше. И, естественно, я... И внутри вся такая крутая. Я не знаю, кто такая Водонаева. Ребят, мне, ну, реально... Вернее, я знаю, что она была когда-то на доме 2. Подробностей никаких о ней не знаю. Вот. Я знаю, что вы меня любите. Я вас тоже очень люблю. Начинается тур, и вы по полной программе будете все это наблюдать, и будете вместе со мной и вместе с девчонками радоваться. Анталия, привет. В Анталии, наверное, еще тепло. Здесь, кстати, тоже вот пошел дождь после обеда, но, тем не менее, погода очень хорошая. Я просто от погоды тащусь. Крым еще раз привет. Питер, привет. Конечно, сделаю обзоры процедур, ну, что сказали врачи, я уже вам говорила, и буду подробно вас держать в курсе, естественно. И, понятное дело, что буду вам обо всем подробно рассказывать, потому что очень много полных, очень полных девушек, и им очень сложно. И, по крайней мере, они могут понять, каким образом вот это все нужно делать, да, потому что многие вот полные люди, они вообще не представляют, что и как им нужно делать. У них какие-то надежды, которых никогда, которые никогда не сбудутся. Милан, привет, мне очень приятно. Кто-то надеется там, типа, что может помочь липосакция, а это ведь неправильно, то есть липосакция делается только при достаточно небольшом таком, небольшом излишке жира. А когда у вас уже огромный вес, никакая липосакция. Спасибо, Гукова, это что такое? Спасибо вам огромное. Ну да, ребят, неадекватный человек, который поплатил ботов, но я вас просто прошу не обращать на это внимания, потому что мне вот абсолютно все равно. Мне, конечно, неприятно за вас, что вам приходится все это читать, ребят, но это, это как бы, знаете, мне вообще пофигу, зачем на меня человек натравил ботов. Даже если Инстаграм блокирует страницу, у меня такое было не раз, это все возвращает, поэтому меня это вообще никак не волнует. Питер, привет. Вот, поэтому, как бы, знаете, ну, пускай человек старается, две недели он уже старается, но ему, ему тяжело. Естественно, процедуры и врачи. У нас, что касается тура, в оплату тура входит определенное количество процедур, и это все бесплатно. А если вы хотите дополнительные, ну, какой процент жира, ребят, я вам не буду освещать у Юли, я спрошу у Юли разрешение, если она захочет, Эстония, привет, чтобы я на эту тему вам рассказала, я вам расскажу. Вот, ничего, она никаких сладостей не привезла в чемодане. Я на дебилов вообще не обращаю внимания, я именно вам говорю, чтобы вы не обращали внимания, обращаться к ним, говорить там, чтобы они валили. Ребят, это все автоматически делается, понимаете, это просто проплаченные, какой-то один человек проплатил, он надеется, что меня заблокирует. Может, забанит или что-то еще, вот, не более того. Юля поправилась так не во время беременности. На самом деле, у нее со здоровьем не очень, со здоровьем у нее, к сожалению, не очень, вот. Но ничего такого особенно критического нет. Минск, привет, у нее проблемы с надпочечниками, у нее проблема небольшая с почками. Мои щечки, еще немножечко после моих этих, последних, очень плотную гиалуронку делала, еще не все стало на место, но буду идеальной. Но я всегда идеальная. Курган, привет. Вот, короче, буду подробно, подробно вам рассказывать, чтобы вы вообще имели представление. И еще раз скажу, конечно, в санатории существует определенный прайс на процедуры, существует определенный прайс на всякие, на врачей, на все анализы. Здесь нет, я своей дочери не рекомендую увеличивать грудь, она собирается еще рожать. И зачем? У нее прекрасная форма грудь абсолютно не висит. Мы меняем грудь не потому, что она маленькая, ребят. Мы делаем операции на грудь только потому, что грудь бесформенная, понимаете? Она теряет форму. Тоже после моей книги все становятся богиней. А то, что грудь маленькая, если она хорошей формы, в этом вообще нет никакой проблемы, понимаете? Подольская, я вас тоже люблю. Просто дело в том, что форма груди ужасна, когда она обвисшая. А если упругая, маленькая, прикольная грудь, то вообще нет никаких с этим проблем. Вот у Яны очень маленькая грудь, но она прекрасна, в прекрасной форме. Поэтому зачем же ей, например, грудь увеличивать? Никогда даже такой мысли не было про увеличение груди ни у Яны, ни у меня, естественно. И ее мужчине ее грудь очень нравится. Вот, поэтому я вам еще раз говорю, дело не в размере, дело в форме. Горноалтайск, привет. Почему у меня, например, получилась такая достаточно большая, конечно, с варикозом можно. Почему у меня получилась достаточно большая грудь? Я просто не хотела делать такую двойную операцию, то есть уменьшать, как бы, вот эту вот кожу, да? Можно было сделать и сделать аккуратненькую двоечку. Но я пожалела на это время и сил, и сделала, поэтому у меня получилась грудь достаточно большая. Вот, а так вот, посмотрите, стори, я сняла сегодня еще стори, как бы, в состоянии лежа. И очень-очень-очень круто смотрится грудь, очень естественно. Мне Нижневартовс, привет. Мне реально сказала массажистка, что она всегда видит, когда грудь сделана, у меня она просто не поняла, потому что грудь очень естественно смотрится. Вот, и вы, наверное, знаете, да, что я разыгрываю сейчас грудь в своем гиве. Слушайте, про пищевое расстройство, как она кормит дочь, давайте мы как-нибудь сами с Юлечкой разберемся. Завтра у нее будет психолог. Нет, новая книга выйдет весной. Вот, поэтому про дочь мы сейчас говорить не будем. Дело в том, что человек достаточно взрослый, человек ответственный. Может быть, есть какие-то моменты, что дочь немного там избалована, но у кого из нас нет таких моментов? Во сколько я родила дочку? Дочку я родила в 26 лет. Да, я она очень хорошенькая. Вот, Липецк, привет. Поэтому книга моя продается везде, во всех крупных книжных магазинах, либо ее можно заказать на сайтах Лабиринт, Озон, Бук-24. Там, кстати, очень часто бывает, что книга стоит дешевле, чем в магазинах. Поэтому заказывайте. Пятигорск, привет. Скучаю по Пятигорску, очень люблю Пятигорск. Хочется съездить в Пятигорск, хотя у меня там есть одно заведение, я уже забыла, как оно называется, он назывался Балкон, потом, может, как-то оно по-другому стало называться. Вот, еще мне в Пятигорске очень нравилась Вершина. Там такой прям прикольный цивилизованный торговый центр. Ханты-Мансийск, привет. Да, размер маленький, но форма хорошая. Тогда, естественно, ребят, вам не нужно делать никакую операцию. Вот, а по поводу, например, отношений мужчин к груди, ну вот я сегодня об этом очень много говорила, и многие девочки, наверное, обидели и обиделись на мое вот это отношение, что я написала, что нужно обязательно быть женщиной, что нужно обязательно быть сексуально привлекательной в любой ситуации, особенно в те моменты, когда у вас рождаются детки, особенно в те моменты, когда вы, может быть, кормящая мать. И вот реально, часть девочек мне написали, что именно в эти моменты им мужчины и изменили Махачкала, привет. А другие девочки мне написали совершенно грубые, но верные фразы. Они мне, например, написали, ну а что нет других способов заниматься сексом, а что, извините меня, кто-то отменял минеты. И всегда можно, Казань, привет, всегда можно своего мужчину удовлетворить. И, конечно, это подло со стороны мужчины, что он изменяет. Сколько килограмм я прогнозирую Юлии Затур? Ребят, ну прогнозов я в таких ситуациях не делаю, но минимум 4 килограмма, я думаю, что больше. У нее уже со вчерашнего дня ушел килограмм, поэтому результаты будут очень крутые. Да, подколола немножко губу, делала кесет. Привет, еще пермь, привет, еще сойдет отек, будет поменьше. Но реально очень красиво. Но они пишут столбиком, чтобы вы видели их сообщение, чтобы они выделялись. Они сейчас везде пишут столбиком. Рязань, привет, придумывают всякую фигню. Но они просто, понимаете, человека рвет. Это не ботов рвет. Ботов – это механика. А вот того, кто это заказывает, и две недели уже бомбит, и понимает, что мне пофигу и так далее, тому подобное, вот ему, конечно, плохо. Ему просто, наверное, рвет там пукан, как это говорится. Вот. Вот. Так что, ребят, по поводу женственности, по поводу удовлетворения мужчин. Но много раз я вам говорила, что в любой ситуации можно мужчину удовлетворить. Я понимаю, когда маленький ребенок, что вы устали. Погода на КМВ нормальная. Смотрите, пожалуйста, прогнозы. Будет очень тепло. Вот сегодня и завтра дождик, но в ближайшее время будет прям очень тепло. Спасибо, ребят. Я тоже вами вообще любуюсь. Захожу иногда в комментарии, кто мне пишет комментарии. И мне так приятно. Вы такие у меня, вы такие у меня красивые. Вы такие у меня, как вам сказать, все стильные, самодостаточные, развитые. Вот всегда такие люди у меня и в турках, и, в принципе, в моих подписчиках. Украина – привет, Казахстан – привет. Ребят, вы жаловаться на них можете даже не париться, потому что, я еще раз вам говорю, это механика, это все написано механически. Поэтому просто не обращайте внимания. Вот. То есть, неземная красотка – это точно. Тур у нас 7 дней. И это как бы такая вот коронная цифра тура, потому что, конечно, хотелось бы побольше. Конечно, хотелось бы побольше. Но, учитывая, что у нас очень много интенсивных тренировок, и люди многие просто с трудом вырываются с работы вот на этот вот период, тур всегда длится 7 дней. Но, может быть, весной попробую сделать тур более длительный. Хотя я как-то сделала 10 дней, и очень-очень устали люди, и уже просто вот эти вот, особенно когда я даю этот кроссфит, интенсивнейшие тренировки, им было очень тяжело заниматься. Вот. Поэтому, как бы, 7 дней – оптимальный вариант. Но если кто-то хочет, да я знаю, что ко мне очень многие неравнодушны, если кто-то хочет, например, сделать полностью все процедуры, роллы я не люблю, ребят, спасибо. Вы мне знаете, я быстро говорю, я же преподаватель, я же начинала свою деятельность с преподавания философии, политэкономии, и у меня все время была проблема. То, что я должна была высказать за две пары, я рассказывала за одну пару, а дальше я заставляла своих студентов компенсировать это все конспектами. И они мне конспектировали всех подряд, кого только нужно было тогда компенсировать. Вот. Слушайте, местные жители, вас очень много. Я очень вас прошу, пожалуйста, подскажите, где в Кисловодске можно реально покурить хороший кальян. Я иногда себе позволяю покурить кальян. Сигарет я не курю, алкоголь не пью, но кальян люблю. Вот. И я знаю, по прошлым своим посещениям, пробовала покурить кальян в высоте. Вот, ну, вы знаете, о чем я говорю, в Нойковском ресторане. И кальян был просто безобразный. Я, когда встречаюсь с подписчиками в жизни, Томск, привет, всегда с вами обнимаюсь. Екатеринбург, привет, у меня, я очень часто встречаю людей, вот сейчас здесь в санатории несколько моих подписчиков, все подходят, и мы всегда обнимаемся, потому что вот эта вот близость, передача этой энергии, меня еще Яна, знаете, приучила обниматься, она тоже у меня очень любит обниматься, и она таким образом передает какую-то мне свою такую добрую энергию. Сейчас они с Юриком приедут, я их обниму, и будет у нас все просто снахсшибательно. Вот. Так что напишите мне, пожалуйста, ребят, в директ, есть ли какие-то приличные места, но только чтобы там как бы было приличненько, да, чтобы не какой-то совсем отстой, и чтобы там реально делали хорошие кальяны. Я все время думала... Увидим нас, девочек, конечно. Я все время думала, ребят, что на Кавказе должны быть очень хорошие кальяны, но меня... Спасибо за красавицу, шикарную. Но меня очень сильно разочаровали вот кальяны в высоте. Пожалуйста, задумывайтесь, прежде чем задавать вопросы, ребят, ну что значит, есть ли у вас враги? Ну, во-первых, у каждого успешного человека есть хотя бы один враг, особенно такого человека, как я, да, которая, ну, во-первых, достигла нереально студенты, ребят, да вряд ли, это когда было-то. Я думаю, что вряд ли есть студенты. Вот. Уже много раз говорила, во-первых, я столько всего в этой жизни достигла, и, во-вторых, я настолько независима, и я настолько спокойно отношусь к дерьмищу. Всегда дерьмища называют дерьмищем, поэтому им реально, ну, плоховатенько. Костюм Маскина, ребят, Маскина Джим. Очень крутой костюмчик. Вот. Поэтому плоховатенько кому-то. Ну, что теперь делать? Кого-то плющит просто страшно. Нижникамск, привет. Нет у вас нормального кальяна? Слушайте, как такое может быть, чтобы на Кавказе не было нормального кальяна? Кстати, вот в Пятигорске, когда вот мы ходили на этот балкон, там, конечно, был вот хороший кальян. Там, кстати, приезжайте, обнимемся. Это не комментарии, ребят, это боты. Много раз вам говорила. Все йоги любят обниматься. Ростов-на-Дону привет. Всем вам привет. Вот. Очень рада всех вас видеть и слышать. Слушайте, ну, хочу еще раз напомнить, что сегодня у нас снова розыгрыш, что я разыграю просто шикарнейшие шпильки, лодочки на шпильках. Вы можете их увидеть в сториз. Чисто белковое питание, естественно, я против, ребят. Это заканчивается срывами, это ничем хорошим не заканчивается. Сама этим баловалась, сидела лет 15 назад, других вариантов не было. И поэтому, как бы, я против сушки. Против именно белковой сушки. Если вы хотите, то вы можете попробовать белково-углеводное чередование. Это совершенно нормальный вариант. Он легче переносится. От него очень хорошие результаты. Спасибо, я знаю, что я самая крутая. И от него не бывает вот таких откатов, понимаете? Вот, поэтому вы можете попробовать. Итак, снова сегодня вечером я разыграю. Берлин, привет, приеду обязательно. Алма-Ата, привет. Кемерово, привет. Саратов, привет. Всем привет. Ребят, ну зачем выключить комменты? Я же вам отвечаю на ваши вопросы. Меня эти комменты не волнуют. Я понимаю, что вам неприятно это читать. Но вы просто... Мне кажется, уже надо применить. Две недели уже длится, ребят. Просто они начинали с директа. Потом постепенно переходили в комментарии. Там их уже меньше, видимо, это дороже. Вот. А сейчас вот такая вот атака в прямой эфир. Ну, когда-то это закончится. Надо потерпеть. Как бы, ну, что теперь делать? Такая вот нереальная активность. Хотят, чтобы меня за эту активность забанили. А если даже забанят, разбанят. А у меня вот прям очень круто все. Да, в 21 розыгрыш. Шикарные лодочки и шикарные духи. Просто нереально шикарные. И уже совсем скоро, может быть, даже завтра, розыгрыш телефона, айфона, розыгрыш кучи денег, розыгрыш шикарной одежды. И в самом-самом конце, чтобы внести в рацион, что внести в рацион, чтобы не поправиться, вы должны питаться с дефицитом калорий, мои дорогие. И в самом-самом конце, ребята, розыгрыш пластической операции от самого крутого хирурга Ирины Василенко под ключ. Эта пластическая операция стоит практически полмиллиона. И я вам еще отправлю бесплатные билеты, бесплатный перелет, если вы из России. Если вы не из России, то вы получите просто-напросто операцию, да? То вы получите просто-напросто операцию без перелета. Вот, поэтому подписывайтесь на Шик с Еленой. Очень много ссылок, очень много ссылок в сториз. И вы получите возможность, мои дорогие, только не сходите с ума от красоты, тоже иметь вот такой вот нереальной красоты. Самую суперскую грудь в мире. Она как упругая, соски так стоят всегда. Ой, девочки, я сама себе завидую. Короче, для вас этот конкурс, для вас возможность выиграть в конце концов вот эту вот операцию, получить грудь своей мечты, стать миллион раз сексуальнее, обаятельнее, круче. Давайте, подписывайтесь прямо сегодня, потому что призы каждый день, еще раз повторюсь, сегодня лодочки, нереальные крутизны, замшевые лодочки, и просто офигенские духи. Слушайте, я голодная, уже ужасно. Ну, короче, жду от вас рекомендации, жду от вас рекомендации, жду от вас директ рекомендации, может быть, все-таки где-то есть нормальные кальяны в кисловодке, неужели так бывает, что нет нормальных кальянов. Я просто не хочу даже в это верить. Вот, сейчас уже должны подъехать Юрик мой с Яночкой. Здесь уже накрыто все сук к ужину. Кто какие салатики заказал, очень вкусные салатики. Кому-то бифидок, кому-то, кто не худеет, вкусные плюшечки. Горячего всегда на выбор 2-3 блюда. Очень красивая здесь обстановка в целом в Варнике. Очень мне здесь нравится. Вот. А мы вот в специальном зале 3D-тур Елены Санжаровской. Специальное питание для участников тура. Все, мои дорогие, я вас очень люблю. Я вас всех обнимаю. Я вас всех целую. Я вам всем желаю хорошего вечера. И ждите обязательно в 7 часов вечера у нас с вами будет наикрутейший розыгрыш. Пока-пока!